Потому что это реально опасно, опасно для здоровья моего и вашего, вашего психического, конечно же. Если вам кажется, что это перебор, я вам скажу, что вам не кажется. Просто умрете. Надеюсь, что нет. Нет, это не факт. Всем привет! Сегодня я расскажу вам одну историю. Поэтому лучше бы вам взять чашечку горячего чая или кофе или какао. Я расскажу вам историю о том, как я красилась раньше и как я крашусь сейчас. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал. Тык, включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, конечно же, подписывайся на мой инстаграм, ведь в моем инстаграме прямо сейчас проводится марафон красоты, где я рассказываю вам о том, как стать топовой. Вне зависимости от моего возраста, я всегда начинала макияж нанесения тонального средства. Но раньше, вы знаете, я использовала только исключительно один лишь консилер. И этот консилер был совсем не подходящего мне оттенка. Еще я зачем-то делала так. Вы знаете, у меня нет цели показать вам, как ужасно я выглядел раньше. Хотя я выглядела весьма ужасно. Я, конечно, могу сейчас нарисовать тут черные угольные брови, здесь какие-нибудь синие-зеленые глаза, синие губы и розовую тушь. Якобы я так ходила, но я же так не ходила. Я же в тот момент, когда красилась, я думала, что я делаю все правильно, делаю красиво и круто, поэтому сейчас я буду делать все ровно так же. Знаете, почему я так фейлила с консилером? Я тестировала его на руке. Цвет кожи на лице и на руках отличается, поэтому подбирать себе консилер нужно именно на лице. Иначе рискуете быть такой топовой школьницей, как я. В отличие от детской стороны, теперь я использую тональный крем. Как видите, мне идеально подходит этот оттенок тонального средства. Я использую Fluid от MAC Studio Fix. Это тональная основа средней плотности, которая очень легко растушевывается. Я могу на этом закончить, но обычно после тона я использую консилер. Консилер у меня тоже от MAC. Кстати, этот же консилер и тональную основу можно использовать как вместе, так и по отдельности. У него очень легкая текстура, благодаря этому получается натуральный эффект, а также стойкость до 24 часов. Ах, да, он еще водостойкий и не размазывается. Это, кстати, их новинка. И он идеально подойдет как на каждый день, так и для съемок. Но самое приятное, это то, что в палитре огромное количество цветов. И любая девушка подберет для себя именно тот оттенок, который ей нужен. Но вы сами посмотрите, насколько широкая палитра цветов. Просто посмотрите на это. Прогресс. Это приятно. Канчайте, девочки, канчайте, за мной жди. Там пафосный китц пытается мою гирлянду сожрать. Китцафон! Эвик! Фу, нельзя, маленький. Раньше я просто обожала все, что можно связать с таким словосочетанием, как дерзкая сексуальность 12-летней школьницы. Обожала все это, поэтому я старалась всеми правдами и неправдами выглядеть сильно старше. Выглядеть так, как будто я сошла со страниц журналов для взрослых. И мне это не удавалось, потому что это выглядело просто смешно и нелепо. Я использовала скульптор и рисовала этим скульптором себе скулы. Прикладывала пальчик вот к этой вот зоне, где мои зубы, чтобы их ощутить, и сюда прям уливала. Также я наносила скульптор вот в эту зону. Стоит ли что-то говорить про нос? Или вы и так догадались, что нос не обошел всей этой историей? И его обязательном порядке я тоже контурировала. Контурировала этой же самой кистью. Красота! Теперь все на самом деле гораздо любопытнее и интереснее. Я тоже пользуюсь скульптором, я тоже делаю коррекцию лица, но я делаю совершенно в обратном направлении. Теперь я беру палетку для скульптурирования. У меня две палетки, одна с теплым, другая с холодным подтоном, в каждой из которых по 6 оттенков. И при помощи этой палетки получается сделать идеальный контуринг лица и тела. Средства из этой палетки очень легко растушевываются и совсем не пятнят. Приступаю к скульптору. Беру светлый оттенок моего скульптора и прорисовываю себе подбородок. Я делаю так. В обязательном порядке также я теперь прокрашиваю линию роста волос. Сказать честно, сейчас я особо не пользуюсь никакой коррекцией носа, но иногда, когда мне очень хочется, я делаю ее уже немножечко иначе. То есть вот так. На этой стороне такое чувство, как будто, знаете, тень просто упала сюда. Здесь тень, здесь тень, а на этой части кажется, как будто просто лучше освещена. Теперь брови. Ой, брови это, наверное, будет самая угарная сейчас часть, потому что брови я делаю не очень хорошо, как тогда, так и сейчас. Просто немножко изменилась техника, но подход один и тот же остался. Так как раньше с бровями я особо не запаривалась, я запаривалась только с тем, как бы их получше выщипать, я покажу вам, как я их выщипывала. Нет, я не буду повторять этот трюк, потому что это реально опасно. Опасно для здоровья моего и вашего, вашего психического, конечно же. Как я их раньше выщипывала. Вы просто умрете. Надеюсь, что нет. Когда мне очень хотелось совместить в себе две черты моего характера, быть типа такой дерзкой и сексуальной, а также хотелось бы быть милашкой, поэтому начало брови я делала дерзким и квадратным, да, в прямом смысле слова квадратным, а конец я скругляла, и таким образом у меня получился кругообразный квадрат. Вот, сейчас вы наблюдаете, что такое кругообразный квадрат воочию, кругообразный квадрат. Вы думаете, что это очаровательно и великолепно, но я скажу вам, что это еще не конец. Я дерзкая. Если вам кажется, что это перебор, я вам скажу, что вам не кажется, потому что оно на самом деле так было. Если хотя бы одна моя школьная знакомая или подруга смотрит это видео, подтвердите, пожалуйста, в комментариях, что было именно так, а не как иначе. Только это было выщипано, это было не нарисовано. Теперь с бровями все так же сложно, но хотя бы уже не так печально. Я надеюсь. Теперь я предпочитаю просто мою форму, которую у меня есть на данный момент, тупо расчесывать и наносить какой-нибудь цветной гель. На нее больше я ничего делать не хочу, мне ленивые, мне нравятся в таком виде. Но знаете, самое интересное что? Что очень многим людям нравилась вот эта моя форма, и они действительно тоже брали дома принцеты, выщипывали это вот в такой вот вид. И когда они приходили в школу и показывали мне сие творение, я думала, блин, какие вы молодцы, вы реально классно все делаете. Хорошо, что у меня есть такие бьюти-последователи. Тогда во мне умер бьюти-блогер. А сейчас он возродился. Раньше у меня с румяными все было очень просто. Румяна розовые, значит румяна мне нужны, значит румяна мне важны, значит я улыбаюсь, и значит я крашу румяна много. Но не очень, потому что вот это вот не особо сочетается с румянами. Теперь же, спустя долгие, многие годы, я перешла на красные румяна. Вы знаете, я даже недавно давала интервью одному журналу, так что подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы все мои интервью тоже читать. И там я как раз рассказывала о том, что раньше я пользовалась только розовыми румяными, и мне казалось чем-то запредельно крутым. А потом в один момент у меня в руки попали красные румяны, и я поняла, что розовые, оставьте розовые себе, дайте мне, пожалуйста, красные. Ну, кстати, вот знаете, расскажу вам еще такой маленький интересный моментик. Вот с этим вот макияжем, а когда я сейчас его закончу, вы просто офигеете, ко мне постоянно подходили и подкатывали парни. Ко мне постоянно подкатывали парни и хотели со мной знакомиться. Я не знаю, что их привлекало вот здесь, но поверьте, ко мне постоянно подходили. Возможно, потому что я была топовая школьницей. Школьницей, да. Я прям пальцем зачерпывала вот эти вот тени и наносила их себе на глаз, вот так. Лучше два, а то и три слоя. Теперь я беру вот эту кисточку, любезную, одолженную моей маме еще с тех времен. И зачерпываю вот этот вот оттенок, черный. Сверху вниз рисую типа линию, вот так. И тяну ее к моей изумительно прекрасной брови. А собственно, растушевка я тогда не ладила, впрочем, ничего нового. Поэтому я просто брала кисти и растушевывала в одно направление то, что намалевало. Теперь я предпочитаю макияж вот в таких оттенках. То есть я люблю теперь теплые, красные, оранжевые цвета. На внешний уголок моего глаза наношу оранжевые тени. Беру темно-коричневый цвет и наношу на нижнее веко в район роста ресниц. После чего беру светлые тени, наношу их на центр и на начало моего глаза. И при помощи вот такой вот кисточки, опять-таки коричневого оттенка, вырисовываю себе внутренний уголок глаза. Вот такая вот разница. Но теперь вернемся к подводке. Здесь я вам показала, что у меня с подводкой сейчас происходит, а здесь не показала. Для этой цели у меня был черный карандаш. Я закрывала глаз и рисовала здесь просто какую-то фигню, которая смотрит вверх. Потом, когда я открывала глаз, я начинала рисовать какую-то фигню также здесь. Чтобы, видимо, этот треугольник был более совершенен и более похож на пирамиду. А, да, еще, кстати, очень важно напомнить, что у меня над губами есть две родинки. И я в обязательном порядке их подчеркивал. Сейчас я этого не делаю, мне как бы пофиг стало. Но раньше я прям обязательно делала вот так. Во! Я брала тушь и красила ресницы в направлении висков. То есть вот так. Нижние ресницы тоже красились только вот здесь. Сейчас такой досадной оплошности я не повторяю, поэтому я просто крашу ресницы. Я смотрю вниз и крашу их ровно по линии их роста, вытягивая вверх. К слову говоря, я не считаю все это чем-то плохим или чем-то хорошим. Я считаю, что в определенном возрасте девочка просто должна шквариться, делать всякие фигли-мигли со своим макияжем. Потому что потом в один прекрасный момент тебя просто это задолбает, и ты поймешь, что с этим что-то явно не так. Ну, а если не поймешь, то и то хорошо. Если бы я ходила и мне нравился сейчас вот этот макияж, я бы сегодня с ним ходила. И мне было бы вообще пофиг на все. Но сейчас я считаю, что это не совсем мне нравится, поэтому сейчас я больше придерживаюсь вот такой вот техники нанесения макияжа. И мне вкатывает. Вот, это моя минуточка маленькой образовательной философии для самых маленьких. С ресницами еще не закончено. Пока ресницы еще влажные, я брала керлер. И на влажные ресницы его зажимала. Когда я вот так зажимала керлер, я ходила по дому еще минут пять. Это был обязательный момент. Я ходила, занималась какими-то своими делами, или просто ходила туда-сюда, потому что мне было очень важно, чтобы ресницы высохли, пока я их зажимаю. А вот и результат. Только после того, как мои ресницы побывали в керлере, я делала вот это. Нет, это не факт. Тут как бы шиммер какой-то от теней золотистых. И вот что я делала. Пальцем прикладывала сюда. Да, именно средним. Все правильно. Я делала канонично. И типа высветляла вот здесь вот зону у глаза моего. Нас ждет еще впереди помада. И тут-то начинается веселье. Чаще всего в школу, когда я собиралась, то помада моя была какая-то вот такая. Сильно светлее моих натуральных губ. Для того, чтобы она казалась еще светлее, я брала тональный крем и наносила его на губы. Вот так я делала раз. Вот так я делала два. И обязательно я должна была зайти за контур губ, чтобы мои губы казались более большими. Теперь я предпочитаю более теплые оттенки, поэтому с губами все очень просто. Я беру теплый оранжевый цвет, наношу его на центре моих губ и просто пальцем растушевываю в разные стороны. И да, я больше чем уверена, что очень многим из вас действительно понравится больше макияж этого глаза, неожилетовый. Я в этом просто уверена. Но тем не менее, напишите, как вам нравится больше, как тогда или как сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!